МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Президент не забывает и о наставлениях. Нужно усердно работать, честно жить и делать запасы на зиму. Запасы делайте, зима будет тяжелой. Продукты питания в первую очередь. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил ввести новые правила для въезда трудовых мигрантов в страну. Эксперты утверждают, что предложенные меры неэффективны и приведут к росту коррупции и преступности. Люди приезжают и где-то месяц ждут оформления патента. Или разрешение на работу. А бизнес не будет ждать месяц, пока он будет их содержать, как там получается. И у людей нет возможности такой. Большая часть из 3,5 миллионов казахстанских школьников 1 сентября должны начать учебу онлайн. Однако около полумиллиона семей в стране до сих пор не имеют интернета. У многих даже нет компьютера. Нам не нужна игровая площадка. Мы хотим нормально обучаться. Подключите нам интернет. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время Азии» в Бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. Начинаем новость с новостей из Душамбе. Сегодня Министерство иностранных дел Таджикистана лишило журналистской аккредитации корреспондента нашей программы Анна Шервуна-Арипова. Об этом рассказал директор бюро радио «Свобода Озоди» в Таджикистане Мухаммад Вафо Рахматов. Сегодня утром Рахматова пригласили в МИД Таджикистана. Во время беседы чиновники из внешнеполитического ведомства высказали недовольство двумя, по их мнению, предвзятыми материалами, опубликованными на сайте радио «Свобода Озоди». В обоих речь идет о методах агитации, к которым прибегает президент страны Эмом Али Рахман в преддверии выборов главы государства. Один из них за автором нашего корреспондента Анну Шервуна-Арипова вышел в эфир вчера. Вот его фрагмент. Глава государства сидит во главе стола и ест, а хозяева сидят в сизах с правой рукой на груди. Знак уважения. Беседа также идет в одни ворота. Рахман задает вопросы, люди четко и лаконично отвечают на них. Президент не забывает и о наставлениях. Нужно усердно работать, честно жить и делать запасы на зиму. Запасы делайте. Зима будет тяжелой. Продукты питания в первую очередь. После чиновники МИДа сообщили Рахматову, что журналисту настоящего времени Анну Шервуну-Арипову не будет продлена журналистская аккредитация, необходимая для работы в стране. Сроки действий стек 1 августа этого года. Ну а по плану президентские выборы в Таджикистане должны состояться в ноябре этого года, но их дата пока еще официально не объявлена. Несмотря на это, количество поездок Рахмона по стране резко возросло, как и количество материалов об этих поездках в соцсетях и в средствах массовой информации. Эксперты считают, это признаком того, что действующий президент уже начал предвыборную кампанию. В Кыргызстане власти стали массово строить и ремонтировать больницы. Начали они это в тот момент, когда заражаемость коронавирусом пошла на спад. Согласно официальной статистике, последние недели идет значительное снижение инфицированных. Чиновники вводят очередные послабления карантинных мер. Подробнее о том, как страна возвращается к обычной жизни, поговорим с нашим корреспондентом Дарьей Тимофеевой. Даша, приветствую. Санитарные нормы смягчаются в Кыргызстане. Что именно разрешили на этот раз власти? Расскажи. Шавкат, привет. На самом деле, кыргызстанцы уже давно не чувствуют каких-то жестких ограничений. Даже когда был пик заболеваемости в начале июля, власти не решились вводить серьезные запреты, как это сделали весной. Были ограничения лишь на деятельность кафе, ресторанов, магазинов, базаров и общественного транспорта. И вот сейчас их график работы изменился. Общепиты могут принимать клиентов не до восьми вечера, как это было раньше, а до десяти. Магазины работают до полуночи. Общественный транспорт, по сути, по городу будет курсировать теперь целый день, за исключением трех часов, которые необходимы на санобработку. Тот же факт, но при этом все равно остаются запреты, например, на массовые мероприятия и работу детских площадок игровых, работу кафе и караоке и ночных клубов. Также чиновники напоминают, что все объекты, которые уже приступили к работе, все равно должны продолжать соблюдать санитарные нормы. И к ним постоянно приходят с проверками и выявляют массу нарушений. Наложенный штраф на 3242 руководителей и ответственных лиц на общую сумму 5 миллионов 787 тысяч сомов. Переданы 222 материала в судебные органы и 57 материалов в правоохранительные органы. Проверка объектов в усиленном режиме будут продолжены до нормализации эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Кыргызской республике. Даша, ну вот сейчас власти бросились ремонтировать и строить больницы. Что это означает? Решили восстанавливать разрушенную систему здравоохранения или готовиться к новой волне эпидемии? Ну, точный ответ дать пока никто не может. Никто не исключает, что будет повышение заболеваемости этой осенью. При этом, что многие люди не верят в снижающую статистику, считают, что просто власти перестали проводить достаточное количество тестов на коронавирус. Да, действительно, чиновники заявляют о строительстве и ремонте медобъектов по всей стране. При этом, как сказал президент, возможно, что улучшат не только условия труда медработников, но и повысят даже им зарплату. Правда, для этого нужно правительству легализовать средства теневой экономики. В повышение верят немногие. Например, вот сегодня эксперт в области здравоохранения провела опрос в соцсетях и узнала, какова ситуация с выплатами компенсации медработниками. И вот такие ответы она получила. Я переболела ковид, лежала в стационаре. В бухгалтерии НЦО и ГЭС сказали, что о выплатах еще и речи не было. Возможно, осенью и то, если комиссия из правительства выяснит обстоятельства заражения. В общем, меня убедили, чтобы я ни на какие выплаты не надеялась. Я заболела пневмонией с 13 июля на больничном листе. Лечение амбулаторное. Сдавала анализ на антитела. Результат положительный. Естественно, меня к работе не допустили, но в то же время не хотят регистрировать как ковид. Есть и положительные, и позитивные новости. Например, о врачах не забывают волонтеры и простые граждане. В АШ медработникам, которые трудятся в красной зоне и спасают жизни, передали полтонны малинового варенья. Подобный презент обещают отправить и медработников в Бишкек. Ну что ж, большое спасибо. Дарья Тимофеевна была с нами на прямой связи. Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев призвал обсудить предложение ряда экспертов. Оно касается изменения порядка предоставления права на въезд трудовых мигрантов в Россию. Предлагается пускать их на территорию страны только в случае подтверждения от работодателя их трудоустройства. Подробнее расскажет Муса Казаков. Сложная экономическая обстановка в России может способствовать росту криминала со стороны мигрантов в стране. Об этом на совещании Совета безопасности России заявил заместитель председателя Совета Дмитрий Медведев, сославшись на доклад Российской Академии Народного Хозяйства. В документе было указано, что уровень потери мигрантами рабочих мест во время пандемии составил до 40%. В связи с чем Медведев предложил подумать об изменении порядка въезда в страну трудовых мигрантов. Соискателя работы можно пускать только если он устроится на работу в России заблаговременно, а работодатель официально подтвердит это. Предлагается даже изменить порядок предоставления права на въезд трудовых мигрантов в Россию. Речь идет о том, чтобы давать иностранному гражданину такое право только в том случае, если от работодателя получено недвусмысленное подтверждение его трудоустройства. По данным МВД, уровень преступности в среде мигрантов за время пандемии снизился по сравнению с тем же периодом прошлого года. Поэтому опасения Совета безопасности не совсем понятно, заявляют правозащитники. Эксперты говорят, что программа, которую озвучил Медведев, уже есть, и она не оправдала себя. В 2017 году между Россией и Узбекистаном был заключен договор об организованном наборе. В рамках этой программы работодатель заранее заключает трудовой договор с мигрантом. Но по факту за три года существования в страну по ней въехало не более 10 тысяч человек, говорит правозащитник Батаржон Шерматов. И если что-то подобное и удастся запустить, то по ряду объективных причин из процесса привлечения мигрантов выпадут малый и средний бизнес. Люди приезжают и где-то месяц ждут оформления патента для работы, для разрешения на работу. А бизнес не будет ждать месяц, пока он будет их содержать, как там получается. И у людей нет возможности такой. Средний бизнес этого не будет заниматься, у них нет возможности на это. Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов, исходя из своей практики, считает, что подобные инициативы в том виде, в котором она была озвучена Медведевым, могут воспользоваться нечистые на руку работодатели и фирмы-однодневки. Мигранты будут оформляться на бумаге, фактически же оставаясь без работы, что только добавит проблем и вопрос трудоустройства не решит. Было сказано, что мы будем делать так, чтобы работодатели контролировали, соответственно, мигрантов. А у нас большая сложность – это, ну, эти самые работодатели. Например, не выплаты заработной платы мигрантам, то есть, грубо говоря, кидают просто. Они работают, потом их выгоняют. Когда мы пишем в, соответственно, в трудовые инспекции, в органы прокуратуры, очень часто приходят ответы, что данные организации по адресу не находятся, соответственно. Опасения, связанные с увеличением уровня преступности в экспертных кругах, озвучивались еще в самом начале пандемии. Но, как показала практика, они оказались безосновательными, говорят правозащитники. Исходя из того же доклада РАНХИКС, проведенного Медведем, мигранты, вопреки ожиданиям, наоборот, самоорганизовались и стали больше помогать соотечественникам и не только им. Мусак Казаков, специально для программы «Настоящее время Азия», Россия, Москва. Карантин в Узбекистане отменят, если в течение двух недель дневной прирост новых случаев коронавируса снизится до 400. Об этом заявил член штаба по борьбе с коронавирусом Хабибулла Акилов. А заместитель премьер-министра Азиза Абдухакимова подчеркнула, что к этому показателю можно прийти только если население продолжит соблюдать меры безопасности. Чиновники призвали узбекистанцев правильно наносить медицинские маски, использовать антисептики и соблюдать социальную дистанцию. Я напомню, последние два дня суточный прирост новых случаев вплотную приближается к 800. Динамика заболеваемости растет. Но, как признается в штабе по борьбе с коронавирусом, даже при таких показателях система здравоохранения готова к ослаблению карантина. Две-три недели назад мы призывали жителей проявлять бдительность. Теперь нет места паники. Ситуация под контролем. Врачи готовы, у нас есть необходимое оборудование. Есть запасы и койки. Если карантинные меры будут смягчены, то система здравоохранения и местные власти готовы к увеличению числа больных коронавирусом. Карантинные ограничения введены в Узбекистане 10 июля и были продлены до 15 августа. В последние недели некоторые члены правительства все чаще выступают за смягчение режима. Они считают, что жесткие ограничения негативно сказываются на экономике страны. И накануне первым регионом, смягчившим карантин, стала Кашкадаринская область. Там разрешили передвигаться на авто в определенные часы. Постепенно открываются вещевые рынки, парикмахерские и кафе. А вот Казахстан намерен испытать собственную вакцину от коронавируса уже в сентябре. Сначала власти собираются привить добровольцев, а затем начать полномасштабную кампанию по всей стране. Как заверяют разработчики вакцины, она совершенно безопасна. Подробности узнаем у нашего корреспондента в Нур-Султане. Ярнур Адошанова, он с нами на прямой связи. Ярнур, приветствую. Откуда такая уверенность в вакцине у разработчиков? Приветствую, Шавкат. Скажу, что разрабатывать начали Казахстанскую вакцину еще в конце марта. Причем сразу несколько видов. Сперва препараты испытывали на мелких грызунах. Все прошло успешно, как утверждают ученые. Затем исследования проводили на обезьянах. Результат такой же. И вот несколько дней назад некоторые сотрудники научно-исследовательского института решили испытать вакцину на себе. Добровольно вызвались 7 человек. Спустя несколько суток, как заверяют в научном центре, самочувствие у всех хорошее, никаких побочных эффектов нет. Ни температуры, ни аллергии. Ожидается, что доклинические испытания завершатся до 20 августа. Сразу следом Министерство здравоохранения хочет опробовать вакцину на 44 добровольцах. И дальше увеличивать это количество. Ни у кого из них не должно быть антител. Если Всемирная организация здравоохранения одобрит вакцину, то власти готовы производить до 60 миллионов доз препарата в год. По состоянию на 4 августа 2020 года все вакцинированные сотрудники клинически здоровы, что свидетельствует о безопасности вакцины. Проводится исследование биохимического и гематологического анализа крови и мочи. А также определен уровень антител в сыворотке крови методом ИФА и в реакции нейтрализации. Между тем, Министерство здравоохранения продолжает играть с цифрами, со статистикой, точнее, по коронавирусу. Сегодня на заседании правительства глава ведомства отчитался перед премьер-министром. Он сообщил, что в стране на сегодня зафиксировано почти 94 тысячи случаев заражения. Хотя, если судить по тем же цифрам, предоставленным Минздравом, в последние дни число инфицированных должно было превысить 98 тысяч. На официальном сайте по-прежнему статистика по COVID-19 пневмонии учитывается отдельно. А сам Алексей Цой продолжает заверять, что ситуация с коронавирусом в стране с каждым днем улучшается. Обязательное обеспечение масочного режима станет дополнительным фактором для снижения темпов прироста распространения заболевания, поскольку сокращает передачу инфекций среди населения. Хочу обратить внимание, что благодаря усилению санитарных требований, за последние 4 недели отмечается значительное снижение заболеваемости населения во всех регионах. В среднем по стране ежесуточный прирост заболеваемости снизился почти в полтора раза. На снижение заболеваемости также, по словам Алексея Цоя, повлияло и то, что казахстанцы начали массово все носить маски. Как вы знаете, напомню, несколько дней назад население начало возмущаться, что ведомстве запретили абсолютно всем находиться на улице без маски, говорили, что даже младенцы должны носить их. Но со временем эти запреты стали облегчать. Сперва тем, кто занимается спортом, потом и детям разрешили ходить без маски. Ну, а в завершение скажу, что есть и также другая тема на сегодня. Казанцы с тревогой ждут нового учебного года. К дистанционному формату, как выяснилось, готовы не все. Около полумиллиона семей сидят без интернета. У кого-то нет компьютеров. В таком положении оказались и некоторые педагоги. Как собираются решать проблему власти страны, об этом подробнее в следующем репортаже. С плакатами в руках и даже лозунгами. Такой своеобразный митинг провели школьники города Каскелена Алматинской области. У родителей достучаться до чиновников не получается, поэтому дети решили попробовать сами. Новый учебный год уже на носу. Интернет по-прежнему отсутствует. Как учиться в таких условиях, они не понимают. Это при том, что город находится в 30 километрах от крупнейшего мегаполиса страны Алматы. Все очень плохо обстоит дело с интернетом. Так как у нас кабельного нет, мобильные, сетевые ловят очень плохо. СМСки доходят с трудом. Не только взрослые, но и дети в ожидании нового учебного года, которые уже знают, каково это учиться дистанционно, решили снять это видео, стали инициаторами. Но мы, естественно, их поддержали. Надеюсь, что нас услышат, что нам помогут. Жители Каскелена не единственные, кто столкнулся с такой проблемой. По данным Министерства образования, без доступа к интернету сейчас сидят около полумиллиона казахстанских школьников. Но это лишь одна из бед. У кого-то попросту нет компьютера. Таких семей в Казахстане, как выяснилось, около 185 тысяч. Необходимой техники для проведения онлайн-уроков нет даже у некоторых педагогов. До 1 сентября мы планируем обеспечить более 500 тысяч детей компьютерной техникой. Мы сделаем это как в четвёртой четверти прошлого учебного года по актам о сдаче и приёме имущества. В течение месяца обеспечим и учителей. У 24 тысяч педагогов нет компьютеров. Данную проблему будем решать путём передачи школьных компьютеров во временное пользование. Проблемы с интернетом тоже решаемы, заверяют чиновники. В профильном ведомстве говорят, что специальные сооружения устанавливать готовы. От региональных властей нужно, чтобы они выделили земельные участки. А правительство – деньги из бюджета. В связи с тем, что интернет стал одной из первой необходимости населения страны, прошу вас поддержать о выделении дополнительных средств для дооснащения передвижными измерительными комплексами автомобилями и также носимыми измерительными приборами. Несмотря на все проблемы, в Министерстве образования с оптимизмом смотрят в новый учебный год. 1 сентября, как ожидается, из 3 миллионов 300 тысяч школьников дистанционным методом будут обучаться 2 миллиона 600 тысяч. Около полумиллиона детей ведомство планирует всё-таки отправить в школы. Для них откроют дежурные классы. Транслировать уроки будут в эфире двух государственных телеканалов и в интернете. В колледжах и вузах обучение также преимущественно будет проходить онлайн. Ернур Душан, организатор Оспанов, Настоящее время Азия, Казахстан. Вы смотрите программу «Азия» на востоке Туркменистана. Полиция начала охоту на людей без масок, как сообщает радио Азатлык. Граждан доставляют в полицейские участки, заставляют писать объяснительный и выписывают штраф в 60 монатов. Это примерно 17 долларов. Штрафуют и водители без масок. При этом выписывают дополнительный штраф в 15 долларов. Якобы за нарушение правил дорожного движения. Как их именно, не уточняется. Между тем, несмотря на требования властей о соблюдении социальной дистанции, туркменистанцы продолжают выстраиваться в огромные очереди перед банкоматами. Радио Азатлык сообщает, что очереди наблюдались даже в минувшие праздники. А в регионах, где наблюдается вспышка пневмонии, налоговые органы закрывают частные продуктовые магазины. Ранее власти закрыли все рынки. Эта ситуация может спровоцировать очереди в государственных магазинах. Власти Туркменистана продолжают отрицать наличие коронавируса в стране. А все карантинные меры объясняют повышенным содержанием в воздухе, вредных для здоровья частиц пыли. При этом некоторые страны все же оказывают Туркменистану гуманитарную помощь. Накануне Объединенные Арабские Эмираты отправили 60 тонн медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом в Туркменистане. Универсального лекарства от COVID-19 может и не быть. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гибрейсус. По его словам, в настоящий момент эффективного лекарства от коронавирусной инфекции в мире нет. Более того, средство от COVID-19 может вообще никогда не появиться. А процесс возвращения к нормальной жизни будет длительным. Глава ВОЗ призывал все страны мира придерживаться строгих гигиенических мер. Носить маски, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию. По словам Гибрейсуса, делегация экспертов организации проведет исследование в Китае, в Ухане, чтобы выяснить происхождение коронавируса. На сегодняшний день более 18 миллионов человек во всем мире заразились вирусом нового типа. Почти 690 тысяч скончались. Уже много вакцин проходят клинические испытания. Несколько на последней стадии. У нас есть надежда. Это не означает, что в итоге мы получим эффективную вакцину. Может оказаться, что вакцина будет защищать от коронавируса только на несколько месяцев. Возможно, появятся и более эффективные вакцины, которые будут защищать на длительные периоды. Мы не можем знать наверняка, пока не закончатся клинические испытания. Надежда есть. Мужчина, угрожавший устроив взрыв в Киевском банке, стал подозреваемым по делу о терроризме. Об этом сообщили в прокуратуре Киева. Речь идет о гражданине Узбекистана Сухроби Каримове. Прокуратура будет добиваться его ареста. Накануне Каримов вошел в бизнес-центр, заявил, что у него в рюкзаке бомба и попросил вызвать полицию. Сотрудники банка покинули помещение, а руководитель отделения осталась в качестве заложницы. После нескольких часов переговоров нападавший был задержан, никто не пострадал, взрывчатки в его рюкзаке не оказалось. По данным МВД, у задержанного есть психическое заболевание. Это уже третий случай захвата заложников в Украине за последние три недели. 16-летняя мотогонщица из Афганистана надеется стать примером для других девушек из этой страны, но опасается возвращения талибов, рассказывает Роман Чуриков. Аналогичные кадры могли быть сделаны во многих странах мира. Мало ли где существуют любительские трассы для мотокросса. Но эти заезды особенные. Менее двух десятилетий назад за такое занятие в Афганистане могли лишиться жизни и взрослые мужчины. Перед нами же девушка-подросток. «Здравствуйте, да пребудет с вами Аллах. Меня зовут Нигин Афшар. Мне 16 лет и уже год я езжу на мотоцикле. Мои родители, особенно моя мама, подбадривают и поддерживают меня. Я занимаюсь этим спортом, потому что он увлекательный». Нигин родилась через три года после свержения в Афганистане режима талибов. При них были запрещены все виды искусства, литература и любые виды спорта. А женщины не имели права выходить на улицу без мужчин и показывать своё лицо. А слушавшихся насмерть забивали камнями. Иметь такое занятие и послужной список, как эта девушка-подросток, тогда было невозможно. «Перед тем, как заняться мотокроссом, я почти три года была капитаном афганской сборной по лёгкой атлетике. Завоевала три медали в Дубае. Но там же я увидела мужские мотогонки и решила развивать этот спорт в Афганистане. Моя цель – вдохновить наших девушек на это занятие и на то, чтобы они занимались любимыми делами». Однако есть риск, что глобальная политика помешает планам девушки. В США в конце прошлого года начали переговоры с лидерами движения «Талибан». Приверженцы умеренного ислама в Афганистане опасаются, что это может привести к тому, что экстремисты снова вернут себе власть. Но мать Нигин, которая возглавляет женский комитет в Афганской федерации мотоспорта, старается пока не обращать на это внимания. «Я не могу сказать, что вообще не переживаю из-за этого. Разумеется, существует неопределённость. Но у нас есть и другие вызовы. Например, не всем в Афганистане комфортно от мысли, что в стране развивается женский мотокросс. Кто-то нас поддерживает, кто-то осуждает. Но мы с моим мужем хотим, чтобы Нигин добилась максимума». На этот год у Нигин были запланированы выступления в Иране и Малайзии. Но состязание отменили из-за пандемии. Придётся отложить мечты о медалях на следующий год. Главное, чтобы за это время в Афганистане кардинально не поменялся политический ландшафт. Вы смотрели программу «Азия». Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Я желаю вам всего доброго. До встречи.